Здравствуйте! Сегодня перед садоводами-любителями и ландшафтными дизайнерами представлен огромный выбор растений, подходящих для декоративного выращивания с целью украшения территорий. Среди имеющегося многообразия стоит выделить остеоспермум, представленный большим количеством видов и сортов. Спасибо за поддержку лайками и комментариями, а мы продолжаем. В регионах с мягким климатом и в средней полосе в открытом грунте все чаще можно встретить культуру, которая имеет несколько названий. Остеоспермум, африканская ромашка и капская маргаритка – это цветок, который выделяется высокой декоративной привлекательностью. Внешне растение имеет некоторое сходство с ромашкой, однако в отличие от последней остеоспермум цветет довольно крупными бутонами, имеющими разный окрас лепестков в зависимости от видовой и сортовой принадлежности. Сегодня в саду можно встретить разновидности с разноцветными и однотонными лепестками, также встречаются культуры, которые выглядят довольно экзотично за счет своих свернутых в трубочку лепестков с приоткрытым краем. Принимая во внимание огромный выбор встречающихся в саду разновидностей, соцветия у растения могут быть простыми и махровыми, также встречаются полумахровые виды. Остеоспермум представляет собой куст, достигающий в высоту до 100 см в естественной среде обитания. В декоративном садоводстве удается вырастить цветущее растение высотой порядка до 60 см. Отличительной особенностью культуры, согласно описанию, является нежный цветочный аромат, который сходит не от бутона, а от стеблей и зеленой массы, покрытых небольшим опушением. Фазу цветения остеоспермум вступает в июне, украшая собой клумбу до наступления холодов. Диаметр бутонов варьируется в пределах от 2,5 до 7,5 см. Раскрываются они только при солнечном свете, что служит своеобразной защитой для пыльцы у цветка. Каждое соцветие сохраняет свою свежесть на протяжении 5-7 дней, после чего оно отцветает, а на его месте или рядом раскрываются новые цветы. Также культура выделяется способностью приостановить свое развитие в период сильной засухи и зноя, чтобы сохранить жизнеспособность уже сформированных частей. От садовода в этот период никаких действий не требуется, поскольку подобная реакция пройдет сама, как только температура воздуха в саду станет приемлемой для цветка. Род остеоспермум включает в себя однолетние и многолетние травы и кустарники из семейства астровые. Особенности жизненного цикла представленных культур напрямую зависят от климатических нюансов региона, в котором выращивается та или иная разновидность. Капская ромашка довольно востребована в цветоводстве. Чаще всего культуру можно встретить при оформлении бордюрных клумб. Также кустарники используют в качестве цветущих культур, в ландшафтном дизайне, в качестве декоративных растений, для первого плана при групповых посадках. Остеоспермум можно встретить в каменистых садах и альпинариях. Некоторые садоводы предпочитают высаживать культуру в большие вазоны или катки, создавая красивые композиции на свежем воздухе. Высокорослые разновидности подойдут для зонирования цветочных насаждений. Среди рекомендуемых соседей для остеоспермума стоит рассматривать петунию, колокольчики, лаванду и незабудку. Разноцветные соцветия гармонично сочетаются с вечно зелеными представителями декоративной садовой фауны, красочные цветы позволяют создавать привлекательные композиции с растениями, образующими зеленый ковер в полисадниках и на клумбах в местах общественного пользования. Ну вот и все на сегодня. Семена остеоспермума можно приобрести по ссылке в описании под роликом и в прикрепленном комментарии. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки найдете в описании под роликом. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok